Что же стало со звездами на этой неделе? Погнали! 31-летняя Пелагея, главная болельщица своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Спортсмен попал в состав национальной хоккейной команды, которая выступит на Олимпийских играх в Пхенчхане. Певица отправилась следом за супругом, чтобы поддержать его и других российских игроков. Это моя четвертая Олимпиада. Я была в Пекине, Ванкувере и Сочи. Я уверен, что самое важное – это спорт. Игры – это не только спортивная конкуренция, но и уникальная возможность завести знакомство с людьми из разных стран, увидеть своими глазами достижения фантастических людей. Для меня эти игры всегда были торжеством света, дружбы и доброты. Я очень надеюсь, что такие же представления о них я привезу и из Пхенчхана. По словам певицы, перед началом Олимпиады она очень переживала по поводу участия российских спортсменов. Ведь ее супруг много времени и сил посвящает хоккею и должен выступить в Пхенчхане. Спортсмены – это люди удивительной силы. Я ежедневно наблюдаю за своим мужем. Я восхищаюсь силе воли профессиональных атлетов. Ведь это герои, которые отдают свое здоровье для того, чтобы ими гордились, рассказала певица. Максим Фадеев – одна из самых известных и влиятельных фигур российской поп-сцены. Этого доброго и обаятельного мужчину привыкли видеть в, так сказать, крупном телосложении. Но таким Фадеев был не всегда. Продюсер поделился архивным видео, в котором он, еще совсем молодой юноша, исполняет песню группы «А-студио». Чему вспоминать мне новое имя твое? О-о-о, Эп-ми, Джулик, 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 Джулик. Не помню я твой телефон, но разве мне поможет он? Не стану звонить, нам вместе с тобой не быть. Не знаю новый адрес твой, но нас не сблизит он с тобой. Не стану писать, нам лучше тебе связать. Развеялся былой обман, нас разделяет океан. Прости и забудь, но нам не пройти тот путь. Недавно в откровенном интервью одному глянцевому изданию Ксения Собчак рассказала, почему в 2005 году так и не состоялась ее свадьба с бизнесменом Александром Шестеровичем. Тогда, сбежав из-под венца, она сообщила озадаченным журналистам, что просто не готова стать замужней женщиной. Сегодня свое желание выходить замуж за очень обеспеченного человека светская львица объясняет несколько иначе. Я сбежала с собственной свадьбы, у меня была высокооплачиваемая работа, но она мне совсем не нужна, потому что есть миллиардер, который зовет меня замуж, Александр Шестерович. Зачем тебе эти съемки весь август, когда у тебя есть дом в Сент-Ропе? Пожалуйста, вот тебе деньги в три раза больше. И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. Это же история о том, как мы все постигаем в жизни. Первые три года поездки в Сент-Ропе, машина, красивая жизнь самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же, сказала Собчак. Ксения уверена, что сытая, беззаботная и однообразная жизнь ей быстро бы наскучила. При этом она вряд ли бы смогла общаться с дамами, проживающими на соседних виллах, которых интересуют одни бриллианты. Стоит отметить, что выйдя замуж за обычного актера Максима Виторгана, Собчак не отказывает себе в роскоши и живет в обстановке, к которой привыкла с детства. Впрочем, сейчас Ксюша говорит, что в подростковом возрасте ее очень тяготила слава отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Депутат Законодательного собрания Пермского края и член фракции «Единая Россия» Александр Телепнев 9 января избил диджея Смэша в одном из ночных клубов Перми. По словам музыканта, инцидент произошел из-за того, что он отказал мужчине из компании депутата Сергею Ванкевичу сделать селфи. Ванкевич толкнул Ширмана, а затем упал сам, так как был пьян. Телепнев решил защитить друга и ударил диджея по голове. После этого Андрей упал, но его продолжили бить ногами. В итоге артист получил тяжелые травмы, открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В поддержку диджея выступили многие российские артисты, в том числе рэпер Тимати, Иван Ургант, Настасья Собурская и другие. Андрей и его коллеги попросили свидетелей произошедшего в Пермском клубе дать показания, а также призвали депутатов из «Единой России» обратить внимание на поведение Телепнева. По информации РИА Новости, полиция Перми возбудила уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Имена подозреваемых правоохранительные органы не озвучили. Однако сам Телепнев несколько дней скрывается от коллег по партии и не отвечает на телефонные звонки. По данным телеграм-канала МЭШ, представители «Единой России» заявили, что приостановят членство Александра, если против него возбудят уголовное дело. Также Телепнева могут исключить из партии, если суд признает его виновным. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Покеда!